Существует масса продуктов, которые мы априори считаем полезными. Однако некоторые из них на самом деле могут быть скрытыми врагами нашего организма. В программе о самом главном на канале Россия 1 рассказали, какие продукты на самом деле не принесут нам никакой пользы. В этом вопросе Сергей Агапкин и Михаил Полицимака разбирались с врачом-эндокринологом, доктором медицинских наук, профессором Валентином Фадеевым. Итак, какие же продукты только кажутся полезными? Финики. Некоторые решают заменить любимые сладости финиками, но, по мнению врача, это действие не имеет смысла, ведь и сухофрукты, и кондитерские изделия содержат много сахара. Это такая же глюкоза, как и в конфете, минус сказал Фадеев. Кроме того, финики содержат довольно много углеводов, поэтому с ними нужно быть осторожнее и соблюдать меру. Этим можно наесть больше, чем конфетами, минус предупредил врач. На полках с продуктами, предназначенными для диабетиков, можно встретить много видов сладостей, содержащих фруктозу. Фруктоза, это некая фикция и игра, минус сообщил врач. По его мнению, употребляя такие сладости, никак нельзя снизить вес, что для диабетиков крайне важно. Сергей Агапкин рассказал, что большую часть фруктозы, до 75%, наша печень вынуждена трансформировать жиры. В результате человек может набрать лишний весовой. Фадеев подчеркнул, что фруктоза, это вовсе не страшный продукт, опасный для здоровья, но, несмотря на это, не нужно употреблять ее в неограниченных количествах. Черный хлеб. Некоторые, собираясь избавиться от нескольких лишних килограммов, решительно отказываются от белого хлеба и заменяют его черным. Врач заметил, что колораж у них примерно одинаковый. То же относится и к хлебцам, которые традиционно считают необходимой частью правильного рациона. По словам Фадеева, хлебцы отличаются от хлеба лишь ценой и вряд ли способствуют похудению. Гречка. Гречка, это мифический советский продукт для больных диабетом. Могли с тем же успехом выдавать рис, минус сообщил врач. Он добавил, что гречневая крупа никакого отношения не имеет к диабету. В нашем сознании укрепился миф, что макароны и картофель нужно убирать из рациона. Однако колораж, как заметил Фадеев, и у вредных продуктов, и у гречки примерно одинаковый. Валентин Викторович отменил все гарниры, минус грустно заключил Михаил Полицеймака. Кукурузное и оливковое масло. Многие считают, что кукурузное и оливковое масло – достойная замена подсолнечному. Почему-то представляют, что оливковое масло можно лить тоннами куда угодно, минус удивился врач. Агапкин резюмировал, что вне зависимости от того, насколько полезным считает масло, его калорийность не снижается. Яблоки. Зрители, которых опросили ведущие, считают, что правильнее всего при диабете есть кислые яблоки, а не сладкие. Если вы думаете, что вы едите кислые яблочки и не полнеете или при диабете от этого сахар не повышается, это обманка, минус сообщил Валентин Фадеев. Сергей Агапкин призвал людей не вестись на рекламу. В первую очередь тем, кто опасается ожирения и сахарного диабета, нужно следить за калорийностью своего рациона. Лишь потом можно обратить внимание на гликемический индекс и другие параметры. Еще больше интересных новостей, в нашем телеграм-канале собака смотрим подчеркивание ру.